Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Ну вы все наверняка уже знаете, что Собчак стала подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве у госструктуры Ростех. У нее сегодня утром провели обыск, она бежала, бежала из страны, запутывая следы, покупая билеты до Дубая и потом в Турцию. А сама на машине ночью выехала в сторону Белоруссии и, как говорят из Минска, как пишут в СМИ, вылетела не то в Латвию, не то в Литву. Ну, значит, ситуация, конечно, довольно серьезная, я вижу, что кто-то пишет о том, кто же ее посадит и так далее. Ну, подозреваемая, если она уехала, скрылась, ее могут, собственно говоря, перевести в статус, ну, вызвать свидетелем, не свидетелем, а на допрос. И, собственно говоря, для того, чтобы вызвать на допрос, могут, наверное, объявить в международный розыск или там делать обвинение, не знаю, в общем, в зависимости от того, как решит следствие. Ну, во всяком случае, обыск был проведен, обыск серьезный и также был проведен досмотр ее автомобиля, на котором она ездила. И, собственно говоря, очень многие интервью снимала в этой машине. Значит, вот вы на ваших кадрах, собственно говоря, на ваших экранах кадры этого досмотра автомобиля, этого обыск машины. То есть у Собчак произвели обыск дома, в загородном доме в Горках 8, автомобиля ее служебного и, собственно говоря, вчера, когда задержали коммерческого директора, ну, в общем-то, как-то мне стало понятно, что раз он не выходит на связь с Собчак, то, значит, говорит, говорит много. И, собственно говоря, понятно, что ей, ей стало понятно, что он много чего может сказать и поэтому ей лучше литироваться. О чем это говорит? Это говорит о том, что Собчак действительно можем очень длительное время не увидеть, потому что сейчас она будет стараться получить гарантии какие-то безопасности, вернувшись в страну, но навряд ли она их получит, эти гарантии. Пишут все связи с верхушки, значит, оборвались с ней резко, что лишний раз может свидетельствовать о том, что дело очень серьезное. Вероятнее всего, хотя прогнозы, наверное, делать рано, да и дело неблагодарное, она не выходит на связь, вероятнее всего она сядет где-то в каком-то государстве и сейчас, наверное, будет думать, что делать, потому что ее основной кормушкой являются телеграм-каналы, ютуб-канал, на которых она кормится, выкладывая и рекламу, и вообще вот эти информационные ресурсы. Я уже давно говорил, друзья, я считаю, Варламова, Собчаки и так далее, которые имеют самые раскрученные и очень быстро, за полгода на несколько миллионов. Такого просто не бывает, если это нормально делать, если просто люди узнают о тебе. Значит, вот такие раскрученные медийные каналы, самые раскрученные, и преподносят людям совершенно разную информацию, информацию подчас пропитанную совершенно непонятно чем, как, еще раз скажу, интервью Собчак с Пенкиным, когда она сказала, что почему бы не иметь два паспорта, деньги не держать там, а зарабатывать здесь. Он ей сказал, ну я человек советской эпохи, для меня это предательство своей родины. И вот я считаю, что такие люди не должны, понимаете, владеть основными информационными ресурсами в стране, потому что они явно не про патриотизм, они явно не про любовь к родине, понимаете, о чем я говорю, да? И поэтому, конечно, мне кажется, что, собственно говоря, все правильно делается, что делается. И очень-очень давно это все зрело, 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 и, видимо, кого-то это сильно уже утомило, так скажу. А пишут, что заявление написал, как пишут, лично глава Ростеха Чемизов, на, вот, собственно говоря, по этому факту. Но не Собчак, она ее коммерческого директора, она там дальше была несложна. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, напоминаю, что по-настоящему важные, актуальные новости для нас всех на сегодняшний день. Это особо чувствительное направление, естественно, Херсон, Лиман, новости из сопредельного государства. Все в моем телеграм-канале Будда Гришна новости, здесь об этом и говорить невозможно, там еще хоть как-то. Там выходят мои ролики на остросоциальные, политические темы, поэтому добро пожаловать, подписывайтесь, делитесь в соцсетях. Друзья, здесь на YouTube есть тоже канал, он называется также Будда Гришна новости, он резервный, запасной, подпишитесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.